Здравствуйте, дамы и господа! Как вы знаете, с 19 сентября в Кёльне стартует очередная фотокина 2016. Фоторынок сжимается, многие говорят, что фотокина уже не та, и нет даже некоторых брендов. Но я постараюсь донести оттуда как можно больше информации. Следите за моими перемещениями. В инстаграме Майк Таптыгин. И посмотрите на фейсбуке, там будут появляться прямые репортажи через перископ. Это для тех, кто установил себе это приложение. Подготовка к поездке заняла неожиданно намного больше времени, чем я ожидал. Быстрее всего удалось, как ни странно, получить визу. Приехал в какой-то странный дом, отдал все бумажки, какие нашел, а потом еще раз приехал, и они отдали мне паспорт. С такой наклеенной штукой, которая называется шенгенская виза. И я надеюсь, что германские пограничники посмотрят на эту бумажку, прочитают эти каракули, и поймут, что этого человека, то есть вот этого, можно пропустить. И самое глупое, что я сделал перед отъездом, я решил сделать все видео разом. То есть, все равно, что я бы собрал 9 женщин и ждал, что каждый месяц будет по одному ребенку. И неделю назад стало понятно, что у меня два варианта. Попытаться все это выпустить и испустить дух, так ничего и не залив на канал. В интересы зрителей, я так думаю, это не входит. Во всяком случае, в интересы большинства зрителей. Или успокоиться, наконец, и съездить нормально на фотокину, выпустить информационный блок по поездке. И также блоки по наиболее интересным новинкам, которые там, конечно же, будут. И выложить уже практически готовые обзоры на все. А нас ждет уже готовый обзор по камерам Olympus OM-D E-M5 Mark II. Вот он, красавец. И Olympus Pen F. Вот он, еще больший красавец. Спасибо представительству Olympus Россия, кстати говоря. И лично Роману Звереву за очень доброжелательную реакцию. И за то, что Olympus Россия прислали именно те камеры, и ту оптику, и те аксессуары, по которым и был запрос. И в кратчайшие сроки. Это отличные камеры и очень хорошая оптика. Обзоры на них уже практически готовы. Отснято все, буквально, кроме, собственно, спитча. Также хотелось бы поблагодарить от всего сердца региональное представительство Nikon Казахстан. Аппарат D610, прекрасная камера, обзор на которую был уже готов, ну, я не знаю, сколько времени назад. Однако, некоторые мелочи мешают его все время выложить. Причем, вся предметка и портреты обозреваемых аппаратов, в других видео, которые появлялись последние два месяца в обзорах, были сняты именно вот на это. Модель шикарная, по отношению цена-качество. Но я это еще подробно расшифрую. И самое страшное, самое страшное, что произошло, это время, отведенное на тесты камеры Pentax 645Z, подходит к концу. И у меня есть что сказать по поводу этой камеры. И очень веско. Ведь это же мечта многих людей с фотоаппаратами. Вкратце, после того, что я увидел технически, технически, мне теперь не будет нравиться никакая предметка, никакие пейзажи и никакие портреты. Так как у этой камеры одна только проблема. Нужно, чтобы было что ее снимать. А это, поверьте мне, не очень просто. И чтобы это был не репортаж, конечно, разумеется. Но я надеюсь, что большой зрительский интерес к этой камере компенсирует некоторые неудобства со временем, которые возникли по выходу с этой камерой. И еще, я давно уже хочу показать недорогую и крайне удобную вещицу. Радиомикрофонная система, которую предоставил человек и магазин, у которого я приобретал практически все для своей студии, от стоек до вспышек. А у него есть и фотоаппараты, и оптика, и что угодно, и недорого. Это магазин photodom.kyz Обязательно зайдите на этот сайт, если вы живете в Алматы. Не пожалеете. Это, наверное, самый толковый и недорогой магазин, где вы сможете приобрести или оригиналы, или очень качественные копии всего, что связано с фото-видео. Например, вспышки и моторные фоны для студии, а также радиотриггеры, штативы и стойки, которые я брал у Андрея еще лет 8 назад, работают до сих пор. И я пообещаю, я не буду снимать с себя этот радиомикрофон все время пребывания в Кельне. Посмотрим, как он тебе покажет. И обязательно покажу эту хитрую штуку в ближайшее же время. Фирменная такая же. Стоит от 200 долларов, и верхняя граница там за облаками. Понятно, что вопрос в качестве. И это качество мы и проверим. Так что я в какой-то мере зависим по звуку от этого устройства. Кому интересно, что я беру с собой? Это рюкзак Туля. Покажем. Шикарный рюкзачок, про который я уже давно хотел рассказать, и внутри которого помещается буквально все. Причем с виду он вроде бы не очень-то и большой. При этом он не полужесткий даже, а жесткий. Аппарат Fujifilm X10. Аппарат для видеозаписи, не падайте в обморок. Olympus UMD E-M5 Mark II. Так как не нужна стабилизация в первую очередь. Но аппарат должен быть при этом еще и минимальных размеров. Меньше чем Fujifilm X110. Кроме того, у меня сейчас на него вся оптика, какая только может присниться. И какой даже присниться не может. И она при этом очень небольшая. Это весомый плюс в такой поездке. Впервые, и возможно зря, время покажет. Я не беру камеры Sony. Для видеозаписи. Да, я привык писать видео именно камерами Sony. Но пусть все ощущения будут необычными. Подумал я. Ну и конечно, без сферического фотоаппарата Recochteta S я вообще уже никуда не хожу. Что ж, всего доброго! До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok